Добрый вечер, в эфире Вести Карачева-Черкесия. Обсудили текущие результаты реализации приоритетных национальных проектов здравоохранения и его подпрограмм в сфере лечения и профилактики основных заболеваний на территории республики. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Черкесску провели памятное мероприятие у братской могилы неизвестному солдату на старом кладбище республиканской столицы. Майор полиции Наталья Олейникова рассказала об истории скорбной даты. Ежегодно 3 декабря россияне вспоминают всех погибших и пропавших без вести солдат во время различных военных конфликтов. 3 декабря 1966 года вознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы и торжественно захоронен в Александровском саду у стены Московского Кремля. Именно здесь сегодня находится пост номер один, самый главный караульный пост России, отметила офицер. Памятное мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу неизвестного солдата. Раз в две недели в пресс-центре ГТРК Карачева-Черкесия проходит прямой эфир, участники которого отвечают на актуальные вопросы жителей республики. На этот раз гостями студии стали министр строительства и ЖКХ Ринат Семенов и руководитель Минприроды Диана Качкарова. О чем шла беседа с ведущей горячей линией Мадиной Лайпановой в сюжете Артура Мкц. Создание лучших условий для проживания и экологическая привлекательность региона, где нет места стихийным свалкам. В течение часа руководители двух ведомств отвечали в пресс-центре нашей телекомпании на актуальные вопросы, которые интересуют население Карачаево-Черкесии. Большая их часть были адресованы министру строительства и ЖКХ Ринату Семенову, но и руководителю Минприроды Диане Качкаровой нашлось немало тем для обсуждения. Так, некоторых жителей разных населенных пунктов интересовал принцип формирования платежных документов, по которым необходимо рассчитываться за коммунальные услуги. Зачастую внесенные сведения сильно разнятся, что существенно бьет по карману плательщиков. К сожалению, это личные данные граждан, и при сборе информации, базы данных, у оператора не получается определить точное количество проживающих. Они собираются разных источников, поэтому если такой случай действительно есть, и рекоператор отказывается помочь, они показывают документы и не принимаются, то через Минстрой прям обращаются к нам заявлением, могут на электронную почту, если не получается доехать. Тут надо пойти друг другу на встречу. То есть мы объективно объясняем, что да, чтобы защитить сегодня личные данные, мы не можем предоставлять государство каждому оператору, они потому что являются просто общество с ограниченной ответственностью. Мало ли там куда-то любая. Поэтому, если есть возможность, мы максимально открыты и готовы этот вопрос решить. И все же наиболее популярным от телезрителей был вопрос о необходимости ликвидации стихийных свалок и оперативной уборки контейнеров от бытовых отходов. Как отметил руководитель Минстроя, ни одно обращение не останется без внимания. По каждому будет спрос обслуживающих организаций. Причем данную проблему можно считать актуальной для обоих ведомств. Тяна Солыховна, вопрос к вам. Я живу в многоквартирном доме вдоль трассы. Очень много всякого мусора кругом. Ну, это, в принципе, часто бывает такое. Расскажите, работает ли такой контроль, который следит за экологическим состоянием в республике? Это поступил вопрос Сусь-Джигутинского района. По территории Карачаева-Черкесской республики Министерство природных ресурсов регулярно осуществляет контроль. Это рейдовые мероприятия. Они направлены на то, чтобы выявлять несанкционированные свалки и неправильное обращение с мусорными отходами. Вопросов к гостям было очень много, что, впрочем, неудивительно. По статистике, в регионе больше всего обращений именно к ведомствам, которые курируют строительство и экологию. Все, что не было озвучено в студии, все равно поступит в работу представителям министерств. Полную версию эфира можно будет посмотреть на нашем сайте и страницах в социальных сетях. Артур Махцелик, Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. В республиканском детском доме-интернате для детей-инвалидов «Забота» прошло мероприятие, посвященное Международному дню инвалида. Воспитанники исполнили красивые песни, зажигательные танцы, читали стихи и не оставили никого равнодушными. Праздник плавно перешел в соседний детский дом для детей-сирот, где было не менее весело. Альбина Курочинова-Кенжева расскажет подробнее. Для праздника были созданы все условия. Это и отличное настроение, и нарядно украшенный зал, и почетные гости, которых воспитанники часто видят в своем интернате, и волонтеры из благотворительных организаций, и приезд артистов. Но при всем при этом главными героями праздника были сами дети, которые дарили присутствующим свое тепло. Когда у кого-то беда, рвануться на выручку нужно в любую минуту, всегда. И если кому-то, кому-то поможет, твоя доброта, улыбка твоя, ты счастлив, что день не напрасно был прожит, что годы живешь ты не зря. Помочь осуществить свои мечты этим детишкам с ограниченными возможностями по силам каждому из нас. Делать что-то глобальное для этого не нужно. Достаточно всего лишь проявить к ним немного внимания. Наша поддержка поможет им чувствовать себя увереннее в жизни, говорили на мероприятии. Каждый гость, который пришел на наш праздник, для нас очень важен. И мы хотим поблагодарить каждого здесь присутствующего, потому что мы делаем с вами одну важную и нужную работу. Самым-самым лучшим детям вот такой подарочек вы обязательно раскроете после окончания праздника и вместе поиграете. Спасибо большое, что в доме всегда светло, тепло, за то, что здесь всегда вкусно, уютно и дети всегда улыбаются. Спасибо за то, что дети стараются общаться, стараются тянуться к взрослым. Это о чем говорит? О том, что их окружают такие взрослые, которые позволяют к себе тянуться, обнимать себя. Они не боятся, они не замкнут. И за это вам большое спасибо. После заботы все плавно переместились в детский дом, где ребята уже подготовили для своих соседей праздник с аниматорами и угощениями. Мы решили немножечко приукрасить этот праздник, уделить внимание деткам, которые воспитываются в обоих интернатах. Наш день заботы, я не знаю, это и анимационная программа, и концертная программа, и вкусняшки, и подарки каждому ребенку. Мы просто хотим, чтобы дети сегодня почувствовали, что о них действительно есть кому заботиться. Я желаю здоровья, мира, чтобы всегда были люди, которые о них заботятся. День доброты, так называют его организаторы мероприятия, прошел весело и с множеством сюрпризов. Ребята с наставниками ждут всегда любимых друзей и гостей в своих домах, не только в определенные даты, а как можно чаще. Альбина Курочинова-Кенжева, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром в горах сильные, в отдельных районах туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-20. Температура ночи плюс 1, плюс 6. В горах минус 4, плюс 1. А днем 3, 8 выше нуля. И местами минус 2, плюс 3. В черкеске ночи и утром осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 1, плюс 3. А днем 3, 5 градусов выше нуля. Артисты государственного ансамбля танца Карачаева-Черкесии Эльбрус готовятся к участию на международной выставке в форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. День Карачаева-Черкесии 8 декабря. Как проходит репетиция и какое настроение у коллектива перед поездкой в Москву, узнавала Альбина Ламкова. Кавказские танцы – это всегда ярко и красочно. Они обладают богатой историей, глубокими корнями народных традиций и большим разнообразием стилей и жанров. В сочетании с яркими костюмами, уникальными мелодиями и технической сложностью они непременно привлекут внимание гостей на международной выставке в форуме «Россия». Мы будем очень рады представить нашу республику. Мы исполним три номера из нашей программы. Это карачаевский народный танец «Абизек», адыгская танцевальная сюита и также наша визитная карточка – танец под Эльбрусом. Нас всегда встречают очень тепло, очень радушно. И мы же, в свою очередь, точно так же стараемся выкладываться на всю мощь. В ансамбле работают люди, влюбленные в свою профессию с детства. Поэтому и атмосфера в коллективе дружная. Каждый из его участников обрел вторую семью. Отец меня привел на танцы. Сколько лет вы танцуете? Вообще, в общем, лет 20-25 лет. Раньше занимался только спортом. Для меня кроме этого ничего не было. Ну и, естественно, любая мама не хочет, чтобы его сын приходил каким-то побитым, там, я не знаю, с синяками разными. И сказала, если хочешь чем-то заниматься, иди в хореографию. Насильно отправили, ну и втянулся. Так получилось, что попал в госансамбль Эльбрус. И вот уже 8 лет танцуем здесь, работаем. Сейчас в зале творческая и уютная атмосфера, спортивный дух и замечательное настроение. А достигается это благодаря опыту и профессионализму наставников. И представление нашего коллектива на таком высоком уровне – это всегда почет, гордость. Коллектив всегда должен быть готовый, достойно представить свою республику. Всегда это самое первое. И поэтому артисты настраиваются, работают профессионально и достойно выкладываются в полном объеме. Двор Карчаева-Черкесии на любом мероприятии всегда был ярким и востребованным. Успех прост, говорит главный балетмейстер ансамбля Эльбрус Чураузденов. Всегда Карачаева-Черкесия отличалась тем, что все приходили в наш двор. Все, что мы привозили туда, они все пробовали. Все, что мы выставляли, проходило просто на бис на аплодисменты. А в чем секрет успеха? Секрет успеха – это работа. Преданность хореографии, любить свой коллектив, свою республику. Наш двор всегда был первым. Я думаю, в этот раз тоже останется первым. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести Карачаева-Черкесия. Теме безопасного интернета был посвящен круглый стол с участием представителей Министерства образования и цифры экстренных служб реагирования педагогических организаций Карачаева-Черкесии. О важности результатов заседания, проходившего на базе Республиканского института «Повышение квалификации работников образования» в сюжете корреспондента Артура Макце. Интернет должен быть безопасным. Убеждаешься в этом каждый раз, когда в той или иной социальной сети размещается информация, которая может оказать негативное влияние на неокрепшую психику подростков и молодежи. Если у большинства взрослых все-таки имеется, хочется в это верить, критическое мышление и умение выстраивать логические цепочки, то несовершеннолетние, принимающие многое за чистую монету и желающие как-то себя зарекомендовать, потенциальные потребители зачастую ложной информации. Мы все понимаем, что безопасность в цифровой среде, среди детей, это очень актуальная история. И здесь особое влияние на это оказывают только сами учителя и родители, по сути. Потому что наша задача, может быть, направить, подсказать, в какую сторону смотреть, будь то мессенджеры и опасность там, будь то какие-то приложения и какие-то опасности там. Но тотальный контроль, конечно, нами очень сложно будет обеспечить. И мы понимаем, что в первую очередь и самую важную роль здесь играют все-таки учителя и родители. Представители Минцифры Карачао-Черкесии периодически организуют мероприятия, чтобы у школьников было как можно больше информации о том, что можно и чего нельзя делать в глобальной паутине. Только в ноябре они организовали в образовательных учреждениях несколько уроков. Подобной тематикой озабочены и представители Минобра, силовых ведомств, педагогических коллективов республики. Однако все они впервые объединились на площадке Регионального института повышения квалификации работников образования, чтобы при участии экспертов Лиги безопасного интернета постараться выработать единую методику взаимодействия с несовершеннолетними и их родителями. Одна из задач нашего месяца – это как раз донести до родителей, что дети не все знают в интернете, как многие родители уверены в этом. И дать им возможность, дать материалы, почитать, посмотреть. Мы рассказываем очень много о том, что происходит. И это поможет нам совместными усилиями с педагогами, родителями и детьми все-таки объяснить нашим детям, что есть и негативное в интернете, есть и позитивное, и научиться брать хорошее. Данная проблема актуальна для всех регионов России. По словам эксперта, Черкесск стал девятым городом, где прошел круглый стол по теме обеспечения безопасности в сети интернет. Беседы с родителями и педагогами доказывают, что к вопросу необходимо подходить комплексно, а опыт каждого спикера дискуссионного мероприятия может оказаться полезным для очень многих. Артур Махца, Виктория Карпенко, Вести, Карачао, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите фильм «Тайны следствия». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин